СПОНСОР ВЫПУСКА МАГАЗИН ОПЕРШОП Всем привет! Мы возвращаемся в лето 1799 года в Египет, где располагается французская армия во главе со своим командующим Наполеоном Бонапартом, а за приключениями и Наполеона, и, собственно, французской армии нам поможет проследить незаменимый специалист Олег Валерьевич Соколов. Олег Валерьевич, здравствуйте! Добрый день! Вы у нас редко, но метко всегда. Да, у нас ведь Наполеон-то в Египте застрял. Так точно, у нас только что был Суворов в Италии, а Наполеон по-прежнему в Египте. Ну, они синхронно, но в данном случае у нас Суворов опередил уже. Теперь вернёмся... Чуть-чуть назад. К Наполеону чуть-чуть назад. В лето, правильно сказали, 1999 года, и более того, в июль 1999 года, когда, как известно, 25 июля, мы говорили на прошлом нашей разговоре о Наполеоне... Битву при Абукире. Да, совершенно верно. Наполеон Бонапарт разбил турецкую армию при Абукире, она была в дребезге разбита, был взят в плен Мустафа Паша его командующий, а Наполеон с триумфом вернулся в Каир. Вот мы на этом остановились, поэтому давайте вернёмся к этому моменту. Итак... А в это время французский флот разбит англичанами. Да, но он был разбит англичанами ещё гораздо раньше, 1 августа 1798 года, так сказать, это у нас далеко, а вот как раз в июле Александр Васильевич, во-первых, нанёс поражение к этому времени при Адде Шерера, Шереру и затем Моро, потом в июне Макдональду, а теперь как раз в июле собиралась армия русская и потом французская для того, чтобы сойти с битвы при Нове 15 августа. Вот примерно так, синхронизируем то, что происходит в Европе и то, что происходит в Египте. Итак, что же происходит в Египте? Итак, наполеонские войска, точная армия молодого генерала Наполеона Бонапарта разбила турецкую армию, и реакция на это в Каире, если верить коменданту Каира генерала Дюга, была как бы восторженная у жителей Каира. Он написал Бонапарту, что победа была встречна жителями с восторгом, и надеясь генералу, что вы скоро вернитесь в Каир, и, соответственно, жители смогут этот восторг вам выразить. Но дело в том, что если мы обратимся к другим рапортам, менее оптимистичным, как написал один из крупных чиновников французской армии, который находился в Каире, он написал, что наши друзья в восторге, но их немного, а те, которые не друзья наши, лица у них вытянуты. Это уже значительно менее оптимистическая оценка. А если мы вообще уже обратимся к оценке, которая исходит из источников арабских, вот мы можем прочитать такое, что мусульмане смотрели на это событие как на большое несчастье и были в печали. Ну, в общем, сторонник армии Наполеона Бонапарта, конечно, были в основном христиане, копты, евреи. Среди мусульман, разумеется, больших сторонников, прямо скажем, не было, но они уважали силу и, в принципе, понимали, что с той армией, которая несла поражение Турецкой армии, с этой армией лучше все-таки как-то особенно не шутить. И вот 11 августа Бонапарт въехал в Каир, причем собралось действительно много народа. Я не скажу, что они с восторгом, но с любопытством смотрели возвращение Бонапарта в Каир, причем вели пленных турецких, чтобы все могли понять, что это действительно было, и, в частности, Мустафу Пашу. Это, конечно, произвело впечатление, что главнокомандующий турецкой армии Мустафа Паша, знатнейший один из самых знатнейших людей в Османской империи, он был взят в плен. Но дальше, несмотря на эту победу, Бонапарт, как всегда, продолжил свою политику, пытаясь задобрить максимально мусульман, и буквально через день 13 августа 11 августа Бонапарт вернулся в Каир, а 13 августа был торжественно отмечен праздник пророка. Так же, как в 1698 году в августе французы вместе с мусульманами отмечали праздник пророка в честь этого торжества, который, однако, мне кажется, судя по документам, все-таки они более прохладные были, чем в 1698 году. В 1698 году французы еще только что пришли, а вот это их вступление произвело такое мощное впечатление, все-таки вот за этот год немножечко все срелаксировалось, и, пожалуй, количество противников скорее увеличилось, чем уменьшилось. Но, тем не менее, этот праздник пророка отметили, я бы сказал, с помпой, и самое интересное, по традиции, можно сказать, кто-то идет от полководца в Средневековье, сейчас, скажем, Петр Первый, как известно, традицию под Полтавой возобновил, пригласили на этот праздник Мустафу Пашу со знатными наиболее турецкими офицерами, сидели тоже за столиками и отмечали, причем на Мустафу Пашу это, говорят, произвело большое впечатление, что он участвовал в празднике. А вот нарастание количества негативов по отношению к армии Наполеона с чем было связано? Ну, помимо турецкой пропаганды, какие-то были объективные факторы? Значит, первое, с чем оно связано, конечно, это то, что любая армия на территории, которую она, так сказать, заняла, она, как бы она не декларировала свои освободительные намерения, она, конечно, все-таки армия не освободительная, она всегда армия, которая берет под контроль территорию и, соответственно, со всем, что из этого следует. Значит, соответственно, прежде всего, самая была большая проблема, это, конечно, проблема финансовая, требовалось добыть деньги, а для того, чтобы их добыть, нужно собирать налоги. Люди как-то привыкли платить мамилюкам уже, а вот здесь новым властям непросто было привыкнуть, соответственно, какие-то деревни отказывались платить налоги, соответственно, применялись репрессии, и чем больше это происходило, тем больше было недовольных, и тем чаще приходилось применять репрессии. То есть, это первое основное, то есть, это вот взымание определенных денег и, соответственно, те безобразия, которые там всем от этого происходили. Второе – это реакция Турции, потому что до того, как выяснилась позиция султана, очень многие объясняли, что завоевание – это название против мамилюков, но не против султанской Турции, а после того, как позиция султана была четко декларирована, и после того, как вы уже видели, что она не просто декларирована, а и в Сирии собирались большие войска, которые Наполеон в известной степени разбил во время своего сирийского похода, и армия, которая высадилась, было понятно, что султан не просто декларировал какое-то свое отрицательное отношение, что он будет действовать, и что, разумеется, заслали семиссары турецкие, которые народ постоянно подбивали к возмущениям, т.е. к лету 99-го года ситуация была все-таки хуже, чем летом 98-го года. Но еще раз подчеркиваю, в общем, Египет был довольно спокоен, за исключением отдельных возмущений, отдельных каких-то актов, в общем, была более-менее страна под контролем. Более того, ДЗ полностью замерил Верхний Египет, и самое интересное, он же постоянно преследовал Мурадбея, Мурадбея его гоняли и гоняли, гоняли и гоняли в течение целого года, представляете? У него все меньше было войск, и он то поднимался на север, его пытались пригодить дорогу, но снова разворачивался, уходил на юг. Обратите внимание, от Каира до Асуана почти тысячи километров, вот на этой тысяче километров постоянно разворачивалась вот эта борьба, которую вел ДЗ с Мурадбеем. И незадолго до тех событий основных, о которых мы будем говорить, произошло следующее. Мурадбея в очередной раз зажали, он опять ушел, и вот в ночь с 11 на 12 августа 1799 года, то есть, когда Бонапарк вступал в Каир, полковник Моран, будущий знаменитый дивизионный генерал, который был вместе с Фрианом, такие интересные личности, Моран, Фриан, это будущие знаменитые дивизионные генералы в корпусе Даву, скажем, в войну войска 1912 года. Здесь они гоняются за Мурадбеем. Так вот, Моран, причем не в пешем строю, знаете, в пешем строю Мурадбея было практически не догнать. Как вы думаете, как его догоняли на чем? На верблюдах? Да, совершенно верно. На верблюдах, на верблюдах и конница нагнали, причем ночью в пустыне засекли этот лагерь Мурадбея, и ночью прямо не стали ожидать рассвета, хотя обычно ночные атаки французская армия не любят, но ночью, не дожидаясь рассвета, на верблюдах и в конном строю ворвались в этот лагерь Мурадбея. В дребезги разогнали, Мурадбеев потерял все, свою саблю, свой шлем, свои, так сказать, бумаги, более того, свои шаровары и тапочки, так сказать, свои восточные. Мечтах о табочи. Мечтах вот такие, да, мечтах о что. Все это Мурадбеев потерял, вскочил, в чем мама родила, так сказать, на коня, ускакал, с ним осталось по разным подсчетам от 100 до 130 Мамилюков, все, больше ничего, 130 конных, там, у Мамилюки, не у Мамилюки, все, это все, что осталось от некогда огромной армии Мамилюков Мурадбея, и вот с этими войсками он, так сказать, бегал по пустыне. То есть, Мурадбея разбит, Дезе обеспечил контроль над Верхним Египтом. Интересно, что Наполеон послал Дезе, чтобы поздравить его с этим событием, кинжалы украшены алмазами, на котором с одной стороны было написано Дезе победитель Верхнего Египта, а на другой стороне написано Фиве оста вратах, Сизострис Великий, то есть, вот, Дезе, который покорил Фивы, который прошел с Фива оста вратах, фараон Сизострис, который мы знаем обычно под именем Синусерт Третий, который правил во втором тысячелетии до нашей эры. Вот. Так вот, значит, вроде как и здесь ситуация не такая уж плохая. И еще раз, было бы смешно изображать там, как все прекрасно, все великолепно, но изображать ситуацию как трагически тоже невозможно, то есть, в общем, Египет под контролем французской армии. И более того, комиссия по наукам и искусствам, узнав о вот интересных местах, в которые побывал Дезе, оттуда приехал Виван Денон, например, принес прекрасные рисунки, и вот в результате комиссия наук и искусств решила, что нужно сделать такую мощную экскурсию, направить туда еще целую группу археологов, художников, граверов, географов, чтобы все это замерить, обменять. И, кстати, действительно, все это было. Именно в этот момент эта экспедиция направилась туда, в Верхний Египет. Она отправилась на трех джермах, ну, то есть, судах египетского типа, в которых было все обеспечено, она была, эта экспедиция обеспечена, и продовольствием, и даже мебель была довольно красивой. То есть, ученые большим комфортом, большая группа ученых отправились в Верхний Египет, потому что его можно уже контролировать. Но при всем при этом произошло очень важное событие. Это очень важное событие произошло сразу после битвы при Абукире, через несколько дней. Дело в том, что в битве при Абукире попали в плен не только турки, но и английские офицеры. И вот только как английские офицеры оказались в плену у французов, соответственно, английское командование выступило с инициативой. Надо бы... Вернуть. Да, надо бы вернуть все-таки, как-то англичане где-то нехорошо. Но тем более, что у англичан, слава богу, было что предложить взамен, потому что они довольно много взяли и французских судов, и, в общем, у них были французские плены, никаких проблем. И, в частности, Сиднин Смит послал своего помощника, лорда Кейта, который передал Бонапарту газеты, что происходит в Европе. Ведь армия была совершенно отрезана от Европы. И передали газеты. Последняя газета за 10 июня. В этих газетах еще не было от сражений при Требби, еще до этого не дошли, но все-таки это была газета, франкфургская газета, и назывался «Курьер французский курьер в Лондоне». То есть, это эмигрантская французская газета. И что там можно было прочитать? Ну, там в яркой краске было написано, что происходит в Европе. А в этот момент уже французы в Италии начали бить уже очень-очень солидно. Уже сражение при Адде было, уже нанесено поражение армии Шерера и Моро. И когда Бонапарт это узнал, у него вырвался просто крик ужаса, что они сделали, Италия потеряна, нужно срочно возвращаться для того, чтобы ее обратно вернуть. И вот здесь очень важный момент. Какой-то, если не ошибаюсь, такой же хрестоматийный возглас сохранился, он говорил, что негодяи, негодяи. Он позже принесет речь, мы будем говорить об этой фразе, а вот здесь хрестоматийный возглас. Да, Италия потеряна, негодяи, все плоды моих побед потеряны, нужно ехать. Вот, значит, вот по поводу этого решения. Есть здесь две точки зрения, и, скажем так, люди негативно, это сейчас всех Бонапартов, они говорят о том, что все это ерунда, он уже давно запланировал уехать из Египта, почему? Потому что он уже видел, что египетская экспедиция провалилась, и главное было оттуда смотать из Египта под любым предлогом. Но дело в том, что если, вот, так сказать, изучать документы, которые, скажем, накануне битвы при Абукире, там ничто не говорит о том, что Бонапар собирается свертывать свое присутствие. И все говорит о том, что он готовится там быть долго, серьезно, но, конечно же, при условии, что рано или поздно он получит помощь, потому что армия все-таки тает, она бывает. К этому времени, к тому, о котором мы сейчас говорим, численности армии очень сложно абсолютно точно оценить. Вот потери с начала кампании, как известно, было 38 тысяч примерно, т.е. пехоты, кавалерии, инженерных войск, критерий и т.д. Вот из них, очевидно, осталось, ну, где-то 25-26 тысяч. Значит, около трети было потеряно. Потерянное – это не значит убитыми, это убитые, раненые, больные, т.е. те, которые же не стояли в строю. Т.е. армия сократилась очень сильно. Дальнейшее пребывание в Египте было возможно только при условии помощи. Пускай, ну, хорошо, пускай нет такой абсолютно четкой связи, которая была бы при условии господства флота, но все-таки при какой-то связи. При условии, что правительство будет желать помочь. Но когда Банапарт получил эти сведения, когда получил газету, он понял, что никакого желания помощи здесь нет и не будет помощи ждать ниоткуда. Т.е. продолжать находиться в Египте – это будет все равно, вся армия будет уменьшаться, 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 и рано или поздно она будет разгромлена. И здесь можно исправить эту ситуацию, только самому отправившись в Париж для того, чтобы попытаться что-то сделать. Я еще раз говорю, вот до получения этих сведений совершенно не видна подготовка отъезда. И вот интересное свидетельство Бурьена, он его личный секретарь, конечно, мемуары Бурьяна, там очень много выдумки, написаны они были после наполеонской эпохи, и Бурьен, поскольку его Наполеон в свое время выгнал с его поста за финансовые махинации, то они скорее враждебны к Наполеону в основном. Но вот интересно здесь, Бурьен, который, в принципе, не очень хорошо относится к Наполеону, он здесь пишет, что вот он четко совершенно знает, Наполеон с ним делился всеми своими проектами, что никакого разговора об отъезде не было. Как только он получил эти сведения, Бурьен сказал о том, что они будут ехать во Францию. Вот. И что Бурьен буквально за несколько дней до получения этих газет, он беседовал с Бонапартом, и зная, что будет одно судно, которое вроде может пройти во Францию, что он написал письмо своей жене, что он вообще прощается с ней, наверное, навеки, потому что уже, наверное, из этого Египта он никогда не будет. То есть, за несколько дней он считал так, а потом только он получает сведения, что они отправляются. Бурьен был несказанно счастлив, что они возвращаются наконец-то из этого Египта, потому что Египта, конечно, наели все по полной программе в основном. Вот. Итак, с этого момента, значит, это в середине августа он дает приказы о подготовке своего отъезда, в этом знает только несколько человек, Бурьен знает, буквально там еще несколько человек, и адмиралу Гантому – это тот адмирал, который был начальником штаба Умпревеса, который остался жив после битвы при Абу-Кире, который возглавил то, что было еще из флота. Ему было приказано подготовить корабли. Гантом подготовил два фрегата. Один назывался «Мюйрон», а другой – «Карер». «Мюйрон» – помните, что это за фамилия? «Мюйрон» – это тот молодой адъютант, который заслонил своим телом Бонапарта битву при Аркорле. А «Карер» – это в честь другого тоже молодого офицера, который погиб в итальянскую кампанию. То есть, два героя итальянской кампании, но прежде всего «Мюйрон». Конечно, для Бонапарта слово «Мюйрон» – это было как-то ангел-хранитель, человек, который спас его от смерти. Так вот, эти два фрегата были подготовлены, и 17 августа вечером Бонапарт в Каире получает… Мы должны понять, что мы находимся в Каире, а Каир все-таки от побережья – это не совсем рядом. Ну, там километров-то… Где-то 250-300, где-то так. Бонапарт получает письмо о том, что большинство вражеских кораблей удалилось, потому что после Абукира они все еще стояли, все еще ходили, английская эскадра уже ушла, а турки, высадив армию после Абукира сухопутного, после морского-то уже давно ушли, а вот после сухопутного Абукира турецкая эскадра там еще довольно долго стояла, и Гантом пишет, что вот эта турецкая эскадра ушла с рейда Абукира, все, ее там больше нет, и более того, даже и каких-то наблюдательных судов не видно. Это, кстати, возвращаясь немножко к Абукиру, помните, мы говорили о том, что парусная эскадра долго не могла блокировать порт. Конечно. Потому, что нужно постоянно кораблям заправляться водой, провиантом, рядом портов нормальных не было, где были бы базы какие-то морские, поэтому и турки, и англичане ушли. Да, какие-то крейсеры появлялись, но в данном случае их не было. И Гантом это написал. И вот тогда 18 августа в 3 часа утра, т.е. ночью Наполеон выехал из Каира, с ним было несколько его самых ближайших друзей, интересно, как вы думаете, среди генералов среди них были люди, которые совсем не военные, это математик Монш и химик Бертоле, вот его можно сказать, и Виван Денон. Художник. Ну, он художник, гравер, фактически основатель Лура, вот эти 3 человека гражданские, особенно Монш очень преданный ему, математик, который вообще был абсолютно преданный Наполеона, Монш, и вот Бертолет, тот Бертолет вассоль, это вся эта команда ученых, которая была с ними. А это тот самый дяденький, из-за которого потом мы смогли делать нормальные капсули, без Бертолея никто бы не смог их делать. Итак, на портье 19 августа он в Минуфе, где он отдал последние приказы по организации армии 20 августа в Рахмании, 21-го в таком маленьком местечке Беркет-Гитас, это до Александрии уже там где-то километров 30 из этого Беркет-Гитас, и вот Беркет-Гитас он решил поехать не в Александрию, а рядом с Александрией, чтобы это было максимально в тайне. Он послал письмо генералу Мину, который командовал в Александрии, чтобы с ним встретиться на берегу, на побережье, и он встретился с генералом Мину, и вот если верить то, что он написал позже на Святую Ленину, например, он сказал, что он встретился с Мину, и сказал, я отправляюсь в Париж и выкину эту кучу адвокатишек, которые насмехаются над нами и не способны управлять республикой. Ну, конечно, вряд ли он сказал Мину в таких терминах, я пойду в Париж, выкину там правительство, понимаете, ну, нужно было быть, конечно, совсем сумасшедшим и такое говорить, но с другой стороны, нужно было и мотивировать свой ответ, и поэтому я думаю, что он говорил о том, что он поедет для того, чтобы, ну, конечно, исправить ситуацию во Франции, вот, через минуту он передал приказ о назначении Клибера командующим армией. Вот здесь очень важный момент, значит, дело в том, что согласно тем полномочиям, которые были у Наполеона, Наполеон мог покинуть армию и мог назначать себе преемника, это входило в его полномочия, поэтому он совершенно на законных основаниях назначил Клибера. Он выбрал Клибера как, пожалуй, одного из самых лучших офицеров, у него был Клибер и Дезе, два его, можно сказать, ближайших таких помощников, сильнейших генералов, стоит только разницы, что к Клиберам у него отношения были довольно натянуты, Клибер был очень тоже честолюбимым, очень сильным человеком, он хотя бы великолепен на поле боя, но с Бонапартами особенно отношения не строились. Наоборот, Дезе – это был предный друг, и поэтому, оставляя инструкции Клибера, часто говорилось о том, что Дезе должен покинуть Игипет. Вы скажете, а почему же Дезе? Ты не уехал с ним. Да потому, что Дезе был в Верхнем Египте. Да, не успевал. Не успевал. Ему невозможно было взять с собой. Поэтому сказано было, что Дезе должен тоже отправиться. Вообще инструкции Клибера были оставлены очень подробные, и в этих инструкциях был такой пункт, что если же вследствие неисчислимых, непредвиденных обстоятельств все усилия окажутся безрезультатными, и вы до мая месяца не получите ни помощи, ни известий из Франции, то вы вправе будете заключить мир с атаманской порты, даже если главным условием его будет эвакуация из Египта. То есть, если до мая следующего года помощи не придет, вы можете, в принципе, подписывать договор о эвакуации Египта. Ну, на этом основании Манцер говорит, что вот, ну, который очень уважают, историк, действительно замечательный советский историк, что вот, типа, Бонапарт как подписался, что он, несмотря на эти длинные инструкции, все они не имели никакого значения, потому что там говорил, что, в принципе, Египет нужно как бы сдавать, и все, в общем, короче говоря, вся египетская экспедиция провалива. Я бы хотел сказать, что это не совсем так. Дело в том, что там, явно говорится, до мая месяца Манапарт надеялся исправить. Что он надеялся исправить? С какой целью он уезжал в этот момент из Египта? Хотел ли он действительно сместить правительство, взять в власть в свои руки и, в частности, среди прочих мероприятий спасти армию в Египте? Или, как он считал, что он возьмет под командование – итальянскую армию разгромит союзников в Италии? Сложно сказать, но в любом случае нет ни малейшего сомнения, что Бонапарт, и, кстати, мы потом видим по его действиям, когда он стал консулом, он надеялся армии в Египте помочь. Для него вот это египетское завоение стало его делом чести, он не собирался бросать эту армию. Я скажу так, что в этой ситуации это была единственная возможность что-то сделать для армии, потому что было понятно, что правительство в этот момент абсолютно неспособное, что оно терпит поражение в Европе, ему сейчас не до жира быть бы живу. В этой ситуации, когда он здесь сидит в Египте, египтская армия не будет спасена, но также он был реалистом, он понимал, что что бы он ни сделал, может быть такая ситуация, что помочь не удастся. Главное – это проблема – море. Естественно, а море в руках англичан. А море в руках англичан. А между Сицилией и Тунисом очень немного места, прямо скажем, поймать флот там можно. В элементе. Кстати, мы сейчас будем говорить, как удалось, например, на своих кораблях пройти через англичан. Так вот, шансов помочь не так уж много, но они есть. И если шансы не будут реализованы, тогда да. Тогда на каких условиях вы должны? На условиях не капитуляции армии, а сдачи Египта. Т.е. мы сдаем Египет, а армия вернется на кораблях с оружием, знаменами и т.д. Ну, забегая вперед, то, в принципе, этот алгоритм в конечном итоге и будет действовать. Но мы об этом поговорим еще, о том, что произошло в Египте, об этом посвятим отдельную, так сказать, очевидно, лекцию, ну, или, по крайней мере, часть лекции. Но сейчас нас это пока временно не интересует, но мы перейдем к тому, что было. Итак, Клибер, вот такая инструкция, нужно было что-то сказать солдатам. Напомню, он обычно обращался с очень пламенными, очень энергичными воззваниями. В данном случае, конечно, пламенно-энергично сложновато получалось, и вот какое оно было. «Солдаты, известия, полученные из Европы, побудили меня уехать во Францию. Я оставляю командующим армией генерала Клибера. Вы скоро получите вести обо мне. Мне горько покидать солдат, которых я люблю, но это отсутствие будет только временным. Начальник, который оставляю вам, пользуется доверием правительства и моим». 22 августа в 16 часов Бонапарт со своей свитой был на берегу в условленном месте, как сказал, он взял с собой несколько своих самых любимых генералов, несколько своих ближайших друзей, и 200 человек эскорта – это были его знаменитые эти гиды, будучи конно-игеря. Только ночью удалось обнаружить с кораблей эту группу, зажгли фонари, так их заметили, и ночью, в 9 часов вечера, по египетским понятиям, там хоть глаз выкли в 9 часов вечера, эта группа погрузилась на два корабля. Итак, что это было за маленькой эскадрой? Значит, фрегаты Мюйрон и Каррер – это интересные фрегаты, 44-пушечные – это не характерные фрегаты, это были венецианские суда, фрегаты венецианской постройки, которые были потом переделаны немножко во французские боевые суда, они были очень мореходные, но не очень ходкие, т.е. они были не очень быстрые, но они были очень надежные, неплохие суда, и также было 3 шебеки, т.е. 3 небольших еще посыльных суда, судно – это реванш, фортюн и футер, которые следовали за этими двумя фрегатами. Значит, на борту Мюйрона, т.е. вот главного, скажем, головного фрегата… Реванш, возмездие, фортюн, удача… Футер – молния. Значит, на борту Мюйрона были Бертье, начальник штаба, Гантом, адмирал, Монш, математик, Бертолье, химик, Лавалет – это будущий начальник почты империи, но пока адъютант Наполеона, дюрок адъютант Наполеона, Евгений Багарне – приемница Наполеона, и Бурьен – секретарь, а также около сотни эскортов конных игрей. На Каррер – борту Денон, Мюрат, Мормон, Лан, Бесиер, и также 100 гидов – вот такая свита, такое количество людей. Маршрут, который Наполеон выбрал, судя по всему, это не Гантом все-таки выбрал маршрут, а сам Бонапарт, и заключался этот маршрут в том, чтобы пойти не так, как все ожидают, вот так, как обычно проходил маршрут судов. Да, прямо идти отсюда и дальше мимо Крита, дальше между Сицилией и Италией, вот таким вот образом. Так вот, пойти просто вдоль Африканского берега. Вот таким вот образом идти вдоль Африканского берега. Это совершенно был неожиданный маршрут, здесь же пустыня, здесь вообще почти туда-сюда ни торговые, ни военные обычно сюда не заходили. И, значит, 23-е утром подул хороший ветер, попутный, так что, может, почти попутный, в Бакштаг можно было идти, и очень быстро корабли пошли, и за одни сутки они прошли 120 км. Хороший был, так сказать, попутный ветер. Но когда они прошли эти 120 км, да это все, просто вот почти встал. Ветер северо-западный, вот можно было идти, можно было идти, ну, как вы знаете, да, можно идти против ветра в лавировку. В лавировку вы идете, значит, соответственно, в Бей-Ди-Вин, то есть ветер дует в нас так, да, судно сначала идет так, потом делаем поворот в Верштаг, делаем так, так и так. И галсами двигается навстречу ветру. Да, совершенно верно. Это очень хорошо на яхте, так сказать, или даже шебеке с латинскими парусами, но на корабле с прямыми парусами – это очень сложная операция, но в принципе… Ну, там клевера есть, бизайн с косым пазом. Да, ну, в общем, это можно, это можно, конечно, но, во-первых, ветер был слабый, а во-вторых, все же это фрегаты, и, в общем, в результате двигались очень-очень медленно, а то их вообще сносило потом какое-то время, и в результате пехотные офицеры стали смеяться, обращаясь к морским – а мы когда бросим якорь в бухте Александрии, через сколько дней? Ну, в общем, очень медленно шли, и это, конечно, было тяжелое время, почему? Потому что, еще раз подчеркиваю, это вот такая маленькая эскадра, она, конечно, в случае атаки большой амбирши… Ну, даже не эскадр, это такой маленький отряд, я бы сказал. Маленький отряд, да. Да, кстати, фудр отослали обратно, почему? Потому что эта шебека оказалась плохая на ходу, поэтому с письмом, как Донапарт еще отдал некоторые указания мину, с письмом фудр отослали, а вот остальные продолжались в маленький вот такой морской отряд. Ночью свет не зажигали. Сами понимаете? Ну, чтобы не обнаруживать себя. Ну, это море, да, поэтому, как все говорят, что приходилось ложиться спать с солнышком, потому что ничего было делать уже. Вот. И еще 20 сентября были только в заливе Большой Сирт у берегов Селивии, вот, т.е. за месяц, за месяц практически продвинулись только вот до сюда, ну, почти не двигались. Вот. Но вот тут вот 21 сентября подул очень хороший попутный ветер, и практически почти мгновенно уже были на траверсе Мальты, уже 21 вечера на траверсе Мальты, затем 22 сентября на траверсе Лампедуза, а 26 сентября уже мимо Сардинии проходили, т.е. очень быстро пошли в сентябре, очень хороший дух ветер, и далее 30 сентября проходили мимо Аячи. И вот здесь вот, когда проходили мимо Аячи, города, родного Неплюна… Да, значит, ну, по идее, казалось бы, что Бонапарт очень хотел бы, наверное, навестить, т.е. свою родину, но, знаете, не было у него времени сейчас на навещание родины, и тут подул такой вот ветер, мощный противный ветер, и решили, ну, сам Бог, наверное, предписывает, они вошли в бухту Аячи 1 октября, и они, конечно, и, нужно сказать, повезло им вот с этим, потому что здесь, конечно, Бонапарту очень везло. Во-первых, никаких англичан не встретили, вот на время, в течение всего этого пути никаких английских кораблей не было встречено, все было совершенно спокойно, и вот тут, значит, дует ветер, входит в бухту Аячи. Почему повезло? Дело в том, что… А Мальта-то уже английская к тому времени? Мальта нет. Мальта еще французская, но ее осаждают, она в полной, так сказать, осаде, блокаде, так сказать. Вот самое интересное, в общем, дело в том, что суда, все суда, которые приходили из Африки, из Леванта, они обязательно проходили карантин, и в зависимости от того, из какого порта, потому что если в этом порте есть чума, то карантин был очень большой. Если не было, ну, возможно, там был меньше карантина, если порт вроде чистый, там небольшой карантин, где-то две недели все равно был карантин. Ну, посмотреть, нет ли больных. Совершенно верно. И, по идее, корабли «Бонапарта» должны были подвержены карантину. Их должны были заставить отстояться, и они должны были стоять. Представляете, если бы он стоял хотя бы даже 20 дней, то за время этого уже бы все узнали, и англичане бы всю эту Корсику окружили, я не знаю, сотни боевых кораблей, и тут вообще было бы не рыпнуться, потому что информация так или иначе бы ушла, и какие-то разведчики, были шпионы, достаточно было одного маленького кораблику выйти и передать англичанам это сведение, чтобы через несколько дней уже вся английская эскадра их блокировала. Вот. Но так получилось, что начальник медицинской службы Порта Аячи, Жан-Батист Барбери, был большим поклонником Наполеона Бонапарта, очень большим поклонником. Скидка вышла Наполеону. Нет, все непросто, все непросто. Он собрал медицинский совет, что делать, вот корабли пришли. Все, ну, как что, карантин, они же из Александрии, там вообще чума, черт его знает, в Египте. Он сказал, да, это правильно, карантин. Мы же не можем приветствовать такого генерала, чего-то, конечно. Давайте сядем на лодки, выйдем, подплывем к этим самым фрегатам и поприветствуем. Все, ну, да, конечно. Ну, они, это медицинский совет, там еще какие-то чиновники присоединились, поплыли на лодках, тут же все любопытно, а что, а, генерал Бонапарта? О, и тут же куча лодок поплыла к фрегату, окружили этот фрегат, и тут же кто-то, лодка пристала, говорит, о, можно подняться на борт, да, конечно, и так далее. И все, мгновенно все с этих лодок на борт, все, карантина больше нет, потому что уже бессмысленно, потому что... Всех придется там держать. Да, вот. Вот таким вот образом, вот, значит, причем из одной лодки женщина кричала, мифилио, мой сын, это была кормилица Бонапарта, он говорит, мадре, и так далее, вот обмен такие итальянские, о, мадре, мафилио, и так далее. Ну, в общем, короче говоря, объятия, и все, Бонапарт со своими спутниками спустился на берег, он был окружен восторженной толпой, его все приветствуют, короче говоря, все, карантина больше нет, а дальше уже все, у них документики, что ваячие они... Отметились. Отметились, все нормально. Ну, вот. Ну, вот на кортике он узнал... А я бы еще пошел бы к крючкотворским путем, я бы сказал, что мы не из Александрии. Мы из Лондона. Нет, ну они же, в самом деле, стартовали не из Александрии. Ну, да, они рядом уже, да, не спорт, они рядом. Замечательно. Хорошая идея. Ну, вы видите, это не пришло. Так вот, значит, и вот тут на Корсике Монапарт узнает о уже том, о чем мы с вами говорили в предыдущих роликах, о сражении при Треббере, о битой при Иранове, о гибели Жубера. Он, так сказать, в полном шоке, и уже понимает, что вот, может быть, то решение, которое у него было, встать во главе этой Альянской армии, оно уже очевидно тут вряд ли действует, потому что там уже этой Альянской армии как таковой нет, Суворов, так сказать, занял, и далее. Ну, в этот момент уже Суворов готовился к походу в Швейцарию. Вот, значит, и здесь же он, интересно, вояще поменял турецкие деньги на французские франки, потому что с турецкими деньгами во французских не очень было удобно. Кстати, интересно, вот по поводу тоже маленькая деталь, не маленькая, а довольно серьезная, которая характеризует Бонапарта, было у него с собой 17 тысяч франков. Вот у него личные деньги 17 тысяч франков. Что только 17 тысяч франков? Ну, по покупательной способности франк – это примерно как сейчас 10, чуть больше 10 евро или около 1000 рублей. Ну, на современные наши деньги, ну, это лучше бы в евро. 170 тысяч евро. Неплохие денежки. Да, ну, неплохие. Ну, это примерно его жалования за это время. Через руки Бонапарта прошло в Египте десятки миллионов, десятки миллионов. Ну, еще бы там, учитывая контрибуции, трофеи, которые там брали, это там даже больше чем десятки миллионов. Вот все, что он с собой взял – это практически, ну, скажем так, законно заработанная жалование. Это, конечно, характеризует человека. И есть такая легенда, что на их кораблях, на какие-то сокровища вывезли за деньги – нет. На его корабле было вот то, что он вывез свое – это 17 тысяч франков для, можно сказать, честно заработанной жалования генерала. Ну, практически только. Вот таким вот образом. Значит, 6 октября подняли паруса и уже пошли к Франции. И вот здесь, когда уже подходили к французскому побережью, ну, вот уже, вот все, Франция, вот сейчас, там уже осталось несколько метров – флот английский, причем мощный английский флот. Там линейные корабли, там фрегаты, там, ну, в общем, все, шанс нет. Осталось до Франции несколько часов хода. Гантов сказал, нужно срочно поворачивать на Корсик. Потом он сказал – нет, мы пойдем вперед. И он позвал Монжа и сказал ему – если возникнет опасность, что мы пойдем в руки англичан, что вы будете делать? Неужели мы смиримся с тем, что будем томиться пленуя на понтонах? Невозможно. Нужно нам тогда взорвать корабль. И математик ему сказал – вы правильно сказали? В случае чего нам нужно взорвать корабль? И тогда Наполеон сказал – я не смеялся в вашей дружбе, вы это сделаете. И Монж пошел, вскрыт камеру, готовый взорваться вместе с фрегатом Миро. Вот вдруг. Математик. Знаете, сейчас говорят, там, ботаник. Вот в данном случае… Хороший ботаник. Вот такой ботаник. Пошел, вскрыт камеру, полностью готовый взорвет корабль. И ждал сигнал, чтобы взорвать корабль. Но решение Бонапарта оказалось удивительно правильно. Дело в том, что уже вечер спускался. Англичане видят какие-то фрегаты. И поскольку фрегаты при виде флота… Ну, они далеко, естественно, были. Это было не в двух шагах. Ну, понятно. На море. Вдали видно маленькие фрегаты. Ну, можно позволить трубу рассмотреть, что какие-то фрегаты без флага по ним были. Но поскольку они при виде английского флота не заметались, не бросились назад… Какие-то фрегаты? Какие-то фрегаты? Свои, скорее всего. То есть, они не бросили на их внимание. И они прошли. Это вот вообще. Это просто на волоске висело все. Потому, что тут им было бы делать нечего. Во-первых, фрегаты у Мирона Каррера были довольно медленные. У англичан был огромный флот. И там линейные корабли. Ну, просто даже Монжу не надо было в кривик камеру выходить. Разнесли бы залпы. То есть, если что, их потопили бы и все. Какие-нибудь страхотные фрегаты их бы притормозили одного линейного, который бы бортовыми залпами сносил. И вот утром в 9 октября, в 12 часов, они оказались в заливе Сан-Рафаэль у Фрижуиса, у берега французского. И вот, значит, когда они уже почти доплыли, на берегу уже узнали, что это Монопарт. Как они узнали? Одна из Шебека опередила. Вот я, честно говоря, не знаю. Но дело в том, что на берегу просто был дикий ажиотаж весь этот Фрижуис на лодках, на шебеках, на маленьких суденышках, бросился навстречу. Ну, скорее всего, один из быстроходных кораблей успел причалить раньше, заметно раньше. И вот, как пишет Бурьен, мы были буквально подняты на руки и с триумфом выдержаны на берегу. И, как пишет другой участник экспедиции, невозможно описать наши чувства, которые охватили нас, когда мы вступили на землю Франции. О, как сладок воздух Отечества. Это после 16 месяцев в Египте во всей этой экспедиции страшной. Нужно сказать, что в тот момент, когда они вышли, 9 октября, вот эта вот опасность, которая висела над Францией, она уже не была такой страшной. Дело в том, что вот Бонапарт узнал в Египте о поражении армии Шерера. На Корске он узнал о том, что разбит Макдональд, и затем Жубер погиб. И знает, что наступление идет в Италии, наступление идет в Голландии и на Рейне. Но вот к октябью-то месяцу ситуация изменилась. Дело в том, что пока Александр Васильевич шел в Швейцарии, корпус Римского Корсака 25-26 сентября Массена нанес сокрушительное выражение корпуса Римского Корсакова. В это же время в Голландии англо-русский десант тоже понес поражение, в конечном итоге будет вынужден эвакуироваться. То есть, непосредственная опасность над Францией была несколько, скажем, уже не была такая, как она была еще месяц до этого. А там еще союзники перессорились? Да. Я еще раз говорю, что вот такой катастрофы уже не было. Но ситуация все равно сейчас осталась кризисная, критичная, и опасность огромная. Но даже не это самое главное. Самое главное... Вот сейчас мы поговорим о том, что такое правительство директории. И здесь... Это прекрасные люди. Это замечательно, это просто потрясающие люди. Значит, 9-го терминдора 2-го года республики 27 июля 1694 года произошел антиягоменский переворот, когда был свергнут директор обеспирсий, анджист, и к власти пришло, так сказать, правительство, которое называлось терминдрианцы, а в октябре 1995 года они создали новое, так сказать, была сделана новая конституция. По этой конституции у власти была, так называемая, директория. Пять директоров. Четвертая Брюмера. Они до 2004 года, совершенно верно. Вот, пять директоров, и, значит, законодательная такая система – 250 членов Совета старейшин, например, Сенат, и 500 – это Совет 500, так он назывался. Вот. Ну, у нас часто говорят, что в советской литературе сейчас называли переворот терминдорецкий контрреволюционным. Здесь не совсем может быть точно. Почему? Потому что, собственно говоря, революция была буржуазная, и, в общем-то, Робеспер и Сен-Жуист, они во многом были немножко люди, которые революцию дальше увеличили, чем она изначально предполагалась. А вот эти люди, они вернули, скажем так, революцию в пользу тем, ради кого она совершалась – буржуазии. Только в этот момент к власти пришли не тихие, почтенные коммерсанты и талантливые организаторы производства, а жулики – негодяи всех мастей, которых только можно вообразить. Вот. Так называемое… Кстати, у нас есть слово такое – «новый русский» употребляет, но слово-то появилось немножко тогда. Нувариш. Нувариш, новый богатый. Нувариш – это вот такая развязные, богатые люди, которые это богатство добыли всякими разными нечестными путями. И вот интересно, именно в преддиректории Буаси Дангла, один из активных членов этого режима, он сказал, «Вы должны, наконец, гарантировать собственность богатых. Гражданское равенство – это все, что может требовать разумный человека». И вот как очень верно писал тот профессор, который у меня был научным руководителем, он писал так, что «неимущие и малоимущие отстранялись от всякого…» Ревуненко. Ревуненко, да. «От всякого участия в управлении страной отстранялись открыто, грубо, без всякой маскировки». Вот такая власть нувариши, власть буржуазии, наглая, уверенная такая. И вот интересно, при этом правительство, которое не могло обеспечить нормальный порядок в стране, поэтому невиданная коррупция – совершенно охватил весь членовичий аппарат. Стремительная инфляция ассигнатов свела на нет фактически все, все то, что зарабатывали люди, которые честно работают. Значит, «бандиты властвовали на дорогах». Ну а дальше вот такие фразы из газет, из того, что писали в то время. Вот что пишет один. «Деньги стали богом, единственным предметом поклонения, предметом стремлений. Политика базаром, где все продается». Перо журналистов той эпохи постоянно выводит цинизм, пошлость, отсутствие всякой морали, развал государства. А в отношении народных массы пишет «разочарованность, безразличие к политике, апатия». И вот тоже пишет один из авторов той эпохи. «Никогда еще продавцы вина, пива и крепких напитков не продавали столько своего товара. Зато книготорговцы не могут продать ни одной книги. В мастерских настройках работа встала. Полное безразличие к политическим событиям». Что-то мне все это напоминает. Да. Вот я вам, кстати, расскажу еще. Затихли предместью. Зато полные горные притоны, публичные дома. Вы знаете, на одной конференции, это было в 1998 году, я вот это вот описывал, ситуацию в преддиректории. И вдруг один человек встал и сказал, почему вы цитируете коммунистические газеты от Бориса Николаевича Ельцина? Он подумал, что я читаю выдержки из коммунистических газет, которые рассказывают о ситуации. Зюгановская пропаганда. Ну, не Зюгановская, я же не помню. Он сказал, ну, коммунистические газеты. Ну, что делать? 1798 и 1998 очень походили, и 1999. И вот при этом интересно, что англичанин Финбурн, который оказался во время Парижа, он написал, трудно будет восстановить хотя бы видимость морали, приличия и честности, и возвратить их к тому состоянию, в котором они еще недавно находились. И тот написал, что вот эта молодежь, это время, все, это уже потерянное поколение. Это люди, которые все, это просто будет дальше чудовищное поколение. Он написал о тех людях, которые в скором времени будут героями там битвы, там, австралинистов, Фринландов, походы Наполеона и так далее. Вот об этих людях они сказали, что это молодежь, которая все уже абсолютно потеряна для мира. Это потому что идеалистическое непонимание того, что только общественное бытие может сформировать общественное сознание. На тот момент общественное бытие было такое, но потом-то оно несколько поменялось. И вот интересно, значит, при всем при этом, просто взрыв чиновничьего аппарата огромный. Все говорили, что при королеве очень много чиновников. При директории чиновники просто располагались как совершенно, так сказать, как кролики. И вот пишет тоже в то время человек. Формальности, регламенты, правила, регистрации разных бумаг. Все разбухло до такой степени, что самое простое административное дело встречает на пути тысячи препятствий. Когда-то при Людовике 14-м министр Луа обходился двумя помощниками. Вот все, что на него было. Теперь было 72 начальника отдела, а в каждом отделе было по 25 младших чиновников, и в каждом десятки экспедиторов. То есть, все разбухло. Чиновничий аппарат гигантский, он быстро-быстро будет плодиться. Ну, естественно, чиновничество, все это небывалая коррупция. И вот особенно поставщики армии отличались, и вот когда совершенно своей наглостью, развязанностью, и когда одному из них сказали, что вот я доложу об этом наверху, он сказал, может докладывать куда угодно, и сами об этом еще пожалеете, так сказать. То есть, кругом все продано, чиновничество все коррумпировано, на дорогах бандитизм, грабят дилежансы, нападают на фермы во всей Франции, но особенно на юге. И вот интересно, что армия, вот очень интересная ситуация в армии. Мы говорили в прошлый раз, я говорил о том, что вот в Риме было восстание направленное против командования, против чиновников. Вообще в армии стало распространяется мнение, что отечество коррумпировано, что республика продается с молотка. Это, так сказать, стала распространяться вот такая мысль среди солдат и офицеров. Они рассказывали, что когда они на короткий отпуск отправляются в тыл, там властвуют в городах Мюскадена. Мюскадена – это золотая молодежь того времени. Мюск – это то, что использовали в качестве духов, и Мюскадена – это надушенные, так сказать. И вот эта золотая молодежь, она избивает патриотов, солдат, офицеров. И они рассматривали себя вот… Они только что были еще, там, при якобинцах, они были как герои нации. Они возвращались, и Родина их встречала, так сказать, если они вернулись в отпуск. А теперь их встречают презрением, насмешками, типа, Мюскадена, чего там это, армейские сапоги дурацкие, там, и так далее. Вот это для армии было, ну, я бы сказал, то, что совершенно невозможно было вынести. Одно дело – терпеть лишения, раны, а другое дело – презрение своих собственных, так сказать, соотечественников. Вот. Более того, вот, например, особенно на юге, на юге вот это такое… Это не рейлистское, это полурейлистское, полубандитское, полузолотой молодежи. Движение очень было сильным. И убивали не только якобинцев, но всех, кто носит трехсветную кокарду и, разумеется, униформу. И генерал Тибо, который в то время путешествовал, вынужден был проехать по югу Франции, он пишет, что он узнал, что вот такое местечко бастит, ему советуют, что нужно это объехать подальше, потому что он был притоном сотни рейлистов, составлявших одну из самых страшных банд этих краев. Разумеется, эти негодяи грабили и убивали всех тем, тех, кого они видели надеждно над добычей, но самым главным для них была беспощадная война тем, кто служил Франции. Наша униформа была бы для нас смертным приговором, в случае, так сказать, если бы захватили. И еще недавно, рассматривая как лучшие граждане, теперь солдаты и офицеры оказались отвергнуты настоящими париями. И вот, что пишет офицер. «Едва вы покидаете военный лагерь, чтобы отдохнуть на квартирах или, победив в одном месте, вы направляетесь в другой конец страны, то вместо уважения со стороны граждан вы испытываете только унижение и даже оскорбление. Можно все вытерпеть, но не публичное презрение. Нас помещают в самые плохие, в самые отвратительные места. Можно ведь давать право аристократам унижать нас». Ну, по поводу аристократов. Каждая революция придумывает какое-то свое слово, чтобы назвать плохих. Ну, в советской революции было слово «контра», положим, да. «Буржуи» употреблялось слово. Во французской революции было слово «аристократ». Называли все кого угодно. Аристократ может быть даже вообще. Ты даже отдаленный не аристократ, но если ты против, так сказать, армии революционной, ты аристократ. Ну, вот это такая вот фраза. Вообще, конечно, очень так неосторожно с вооруженными людьми, которые организованы в батальонной полке и дивизии, так себя вести. Они же могут вернуться не по одному, а все вместе. Так вот, в принципе, это и произошло. Это, так сказать, и произошло. Да, очень неосторожно вели себя с вооруженными людьми. Вот это презрение. Ну, считалось правительство, что, очевидно, давая генералам поворовать, они могут… Контролировать. Контролировать всех. А вот это не совсем так было. Не совсем так. Ну, а самым таким видным деятелем директории был Поль Барас. Он был одним из самых активных участников переворота 9-го Термидора. Он был один из тех, кто, можно сказать, арестовывал Робеспера. Один из тех, кто, так сказать, Робеспера и синжиста приговорил к смертной казни. Ну, а вообще он отличался… Что все о нем пишут? Это цинизм, алчность, полная неразборчивость в средствах при приобретении богатств и демонстративная роскошь образа жизни. Вот. Ну, один из его коллег Карно характеризовал как покровителя порочной знати и хвостунов Ревельер Лепо, человеком без веры и нравственности в политике без характера и решительности, обладающийся всеми вкусами пышного, щедрого, великолепного и растащительного князя. Ну, вот, Барас. Вот такое правительство. Сейчас очень часто есть историки французские, да и не только французские, которые находят, что в директории, оказывается, были какие-то законы приняты логично, какие-то реформы. Вообще, действительно, кое-какие законы были разумные, и реформы кое-какие. Дело в том, что только, вы знаете, как сказал Ришелье, что нужно не новые законы, а нужно приводить законы в силу. Понимаете, директория довольно много, особенно в 1998-1999 году, довольно много некоторых логичных каких-то нововведений сделала. Только они не были осуществлены. Вот, например, буквально накануне прихода Класси Наполеона была введена система конскрипции – закон Журдана Дельбреля. Это фактически первый закон о воинской повинности. Он был введен в эпоху директории. Только его не могли применить, потому что никто не слушался, никто не приходил по знамёнам. Он не работал просто. Было много нормальных законов, только ничего не работало. Было только одно – коррупция, развал, бессилие властей, бандитизм. Вот и всё, собственно говоря, что было тогда. Поэтому все эти какие-то разумные постановления, они не функционировали. Вот по этому поводу Маркс писал, что закон – это воля господствующего класса, возведённая в ранг обязательного. Вы можете подписать любые бумажки. Ну да. Законом будет вовсе не это, а будет то, что фактически реально происходит – вот это закон. А если у вас бумажка не действует, ну так это значит просто бумажка. Так вот, Бурьен, секретарь Наполеона написал – «Правительство без силы, без всякой морали. На дороге, где властывали бандиты, чиновники директории, эти ненасытные пиявки сколачивали огромные состояния, везде царил развал и беспорядок». И вот интересно, Манфред, наш историк, выдающийся советский историк Манфред, здесь полностью повторяет по сути дела то, что написал Бурьен. Ну, по-своему, скажем так, на основе марксистской, я бы сказал, концепции, он писал так – «Плебейства, рабочие, городская и сельская беднота, которых они обрекли на величайшую нужду и политическое бесправие, их ненавидели. Но против режима директории выступила и оппозиция справа. Крупная буржуазия, ставшая после термидора ведущей силой и поддерживающая вначале термидорианцев, теперь от них отворачивалась. Режим директории стал неприемлемым для крупной буржуазии, прежде всего потому, что он защищал интересы узкой клики, а не буржуазии в целом. Когда же обнаружилось, что клика не способна обеспечить стабильность и порядок в стране, что она привела государство к хаосу и упадку, режим директории стал нетерпимым, требование порядка становилось главным лозунгом всех собственнических элементов». Действительно, директория была не просто законом для буржуазии, она была законом для маленькой клики буржуазии, той клики, которая... У кормушки оказалась. У кормушки. Оказалась у кормушки, которые коррумпированные чиновники вместе с олигархами того времени, которые срослись. Вот эта группировка, она у власти, но не весь класс буржуазии в целом. Ну и вот поэтому вполне понятно, когда приехал генерал Бонапарт, у него популярность... Мы даже не можем себе представить, до какой степени была популярность генерала Бонапарта, до какой степени она возросла, пока он был в Египте. Дело в том, что, вы знаете, ведь когда из Италии приходили вести о том, что Сфоров разбил Шерера, он разбил Моро, он разбил Макдональда, а из Египта носились какие-то удивительные битвы при пирамидах, французская армия проходит мимо Иерусалима, победа при Фаворской горе, вот какие-то такие удивительные совершенно вещи, условно эхо каких-то событий чуть ли не из античности, и какие-то удивительные победы, конечно, все это приукрашено было хорошо, так сказать, но это в результате создало образ Бонапарта такой, что когда он приехал... Кругом-то бардак, а вот один человек нормальный. Да, не просто нормальный. Понимаете, вот когда он из итальянской компании приехал, о нем сказал очень хорошо Толеранда, 20 выигранных битв так хорошо шли к этому лицу. Это по-французски, 20 выигранных битв, кстати, сейчас Серж Ламан, хороший французский певец, ну это было там пару десятков лет, он сделал такую, допускал оперу, назывался она «Бонапарта», и там вот есть песня «20 выигранных битв», очень красивая, может, если вы можете сейчас послушать, пускай она у меня поставит там несколько слов, 20 выигранных битв так и будет к своему лицу. А теперь после этих 20 выигранных битв еще десяток каких-то удивительных свершений в Египте, там понимаете, там Каир, пирамиды, там фараоны, фивы древние, дивизия ДЗ, проходящая через фивы в трехсветное знамя над пирамидой, вообще это все действовало, конечно, на публику так, что когда, опять-таки, вспоминают, что повсюду по дороге от Экса до Леона в городах и деревнях его встречали так же, как Фриджуси, с восторгом, который был поистине безумным. Нужно было самому участвовать в этом удивительном триумфальном марше, чтобы поверить в подобное. Не надо было быть предсказателем, чтобы понять, к чему это было должно привести. Ну, вплоть до того, что на одной из остановок в небольшом городке карету Бонапарта окружила ликующая толпа, вот, и когда он вышел оттуда, к нему подошел мэр городка и сказал, генерал, идите быстрее в Париж, наведите порядок, а мы вас сделаем королем, просто ясно, без всяких абсолютно обвиняков. Леон был весь иллюминирован, огромные толпы народа встречали Бонапарта, и крики были «Да здравствует Бонапарт, который приехал, чтобы спасти Отечество». И это был, что очень важно, это был спонтанный, ничем, никем не проплаченный энтузиазм, это было не заказное, это было... А кто бы сказал-то? Бонапарт, что ли? Нету, конечно. Во-первых, когда, во-вторых, на какие шиши? На какие шиши? На 17 000 франкутов. Не разгуляешься. Не разгуляешься. Вот. И вот, что касается Парижа. Значит, в Париже весть о том, что Бонапарт высадился на французском берегу, она пришла 13 октября. Быстро. Быстро, да. И на следующий день была объявлена в законодательном корпусе. И вот говорят, что вот там... Некоторые пишут, что Бонапарт дезертировал. Так вы знаете, как было весть о возвращении Бонапарта встречена в законодательном корпусе в ЦАТе 500? Депутаты просто все встали и запили Марсельезу. Весь зал запел Марсельезу просто от того, что Бонапарт законодательный корпус везет. Просто пел в восторге законодательный корпус. Ну, а вот через несколько мгновений эту новость знал весь город. И вот пишет современник то, что он видел. Я только что вошел в большой двор Пали-Рояля, как на другой стороне сада я увидел группу людей, которая быстро росла, а потом мужчины и женщины побежали куда-то со всех ног. Без сомнения речь шла о каком-то очень важной новости. Восстание, победа или поражение. Какой-то мужчина, не останавливавшись на бегу, прокричал мне, генерал Бонапарт вернулся, он во Фрижусе. Это непроплаченная реакция, это произошло так. А вечером этого дня оркестры всех полков, которые были в Париже, вышли и шли по улицам, исполняя революционные марши, Марсельезу, песни отправления и так далее. То есть, вот так вот встретили в Париже новость о высадке Бонапарта. Ну, Бонапарт вернулся в столицу 16 октября утром. Ну, здесь, так сказать, из Великих высот спустимся на Малое. Значит, Жозефина дома не было, вот, Жозефина дома не было. Хотя она, конечно, уже знала, что… Нет, в этот раз она не была ни с любовником, она просто, так сказать, уехала за город. Но все равно этого все-таки Жозефина дома не было, и поэтому, когда он все-таки вернулся, он дверь в кабинет закрыл, ее не пускал. Не пускал, да. Вот она там билась, очень долго просела. В конечном итоге допросилась все-таки. Кстати, по поводу сразу… Поскольку закончил с этим Малым, буквально там… Бонапарте ехал четко желание не только совершить там какое-то великое, но он еще развестись обязательно. Значит, развестись. С этой сволочью. С этой стервой. И, значит, буквально там через пару дней он сразу стал встречаться со всеми, по сути дела, знаменитыми, выдающими людьми. И в частности ему такой пришел банкир Калу. И он говорит, после разговора, так сказать, разговор действительно о поддержке, которую этот банкир может оказать ему, как и другие, он сказал, кстати, генерал, вы что собираетесь развестись со своей женой? Ну а разве она этого не заслужила? Да не знаю, может быть. Просто вы сейчас великий герой, цедр Александр Македонский. Если он начнет бракоразводный процесс, вы будете обманутым мужем из Водевиля. Подумайте. Бонапар сразу подумал, сразу сообразил. Понимаете? Толковый совет. Знаете, когда оперный певец, ни один очень самый великий оперный певец не победил кошку, которая вышла на сцену. Певец там поет, ну дайте, дайте мне свободу. И вот там вышла кошка, мяу, понимаете, и все. Пафос пропал. Пафос, ну все. Это просто хохот взяли. Так и здесь. Какие бы великие подвиги не совершил, но если начнется бракоразводный процесс, всякая эта грязь там полезет. Тоже все будут в газетке писать обо всем. И все. Ну да, он из некого небесного героя просто превратится в обычного человека. В обычного. Обычного человека. Причем, которому еще может где-то посмеяться и так далее. Он это понял. Все. Этот вопрос был закрыт. Ну, а теперь вернемся к глобальному вопросу. 17 октября после приезда он пришел на заседание директории. Нужно сказать, что встреча была... Да, никто его там не арестовал, не осуждал, но встреча была холодная с обоих сторон. Все понимали примерно, что к чему. И скоро он стал встречаться с всеми влиятельными людьми во Франции. И дело в том, что тогда вот уже само директорие уже сложилось понимает, что так дальше жить нельзя. И вот один из его членов – СИЕС, это опытный человек, прожженный политик. Он прошел через всю революцию, и когда его спросили, что вы делали в эпоху революции, он сказал, «Жевикю», «Я жил». Он выжил, так сказать. «Жевикю» – это «Жевикю» – это «Я прожил», «Я выжил», «Я выжил». Вот, собственно говоря, его дело в революции. Он понял, что режим обречен, надо что-то сделать. Надо, как бы он хотел найти шпагу. То есть, генерала, желательно тупого, но страшно популярного исполнителя. Он, помните, надеялся на Жубера. Да, да. Подпихнул. Подпихнул. Ну, Жубера пуля настигла. Ну, что ж, Бонапарт, конечно, понимал, что он не такой дурачок, как Жубер. Это явно было видно, что он посложнее. Ну, все-таки съездному, что он, как опытная политика, ему 30 лет. Ну, да. Все-таки он молодой генерал, горячий, так сказать, Сиес. Тем более, где он там все это время находился, Бонапарт? Ну, да. Где-то там. А у Сиеса тут все схвачено, все знакомые с тобой есть. Да. Это будет исполнитель, это будет шпага. И как будет переворот сделан? Ну, нужно бы этой шпаге вручить военную силу. И дальше с помощью этой военной силы отстранить, так сказать, коллег этого Сиеса. Сиес станет, как он позже там выдал себя, он будет консулом мира, а тот будет консулом войны. Ну, короче говоря. По римской традиции. Ну, да. Сиес будет управлять государством, а это будет, ну, вот там, где там пожар возник, тут войска, Бонапарт будет. Вот примерно такую конструкцию на себе видит. Ну, конечно, он не знал, с кем он имеет дело, не совсем точно. Вот. И в результате Сиес организовал, вот, подготовил, еще раз прощеркиваю, Бонапарт встречался с огромным количеством влиятельных лиц, и Сиесу удалось убедить своего коллегу, еще одного Рожидюко, это тоже член директория, отказаться, подписать отставочку, так сказать. Вот. И дальше что сделать? Сказать, что Франции угрожает страшный какой-то Якобинский загор, потому что директор еще боялся якобинцев, как, так сказать, левых таких революционеров. Вот. Под предлогом этого Якобинского загора срочно вручить полномочия военные генералу Бонапарту для того, чтобы, так сказать, контролировать ситуацию Парижа, ну, а дальше с помощью этих полномочий потом, так сказать, отстранить от власти других и привести к вас съезд. Вот такой сценарий. Ну, в Бонапарту, вроде как, под этим сценарием подписался. И события, которые произошли, их называют обычно переворот 18-го Брюмера. 18-го Брюмера... Это ноября. Да, это 9 ноября 1699 года. Но на самом деле настоящий-то переворот произошел не 18-го Брюмера. Итак, сейчас... Как же все это произошло? Произошло все это довольно интересно. 18-го Брюмера или 9-го ноября у Бонапарта в его особняке на улице Виктуал, на улице Побед, она называлась улица Шантерен, но в честь того, что там жил Бонапарт переименовали улицу даже, назвали улицу Побед, собралась куча офицеров, генералов, которые все уже, так сказать, понимали, что к чему. Вот. А СИЕС в это время организовывал заседание Совета старейшин, Совета 500. И на этом заседании вынесли на повестку дня вот такая ситуация. Страшный загород, очень большая опасность. Нужно в этой ситуации как-то это все проконтролировать, и поэтому генералу Бонапарту вручаются чрезвычайные полномочия командой над всеми войсками. А как-то они какие-то доказательства, ну, может быть, вымышленные доказательства, что они приводили в поддержку мысли о перевороте? Вы знаете, как ни странно, ну, поскольку там уже были многие, так сказать, заговори, в частности, вот его коллега Роже Дюко, это первое. А второе, собственно говоря, они говорили, что все мы вам изложим завтра, 19-го премера, и заседание, потому что сейчас очень опасно, сейчас давайте лучше сегодня коротко, а завтра мы переносим заседание в Сенку, в загородный дворце, это все как-то так порешает, без Парижа. Вот какая была ситуация. Поэтому сейчас все очень тайно, поэтому давайте сейчас мы не будем в тайну, а вот завтра все, так сказать, узнаем. И в 8 часов утра, потому что заседание собрано было очень рано, в 7 утра, в 8 утра уже на квартиру Бонапарту приехал, так сказать, гонец из законодательного собрания, привез ему бумажечку, вот, пожалуйста, вы назначаетесь командующим. И Бонапарт приехал, произнес речь перед советом старейшин, абсолютно неубедительно, он сказал о том, что я всегда стоял за республику, я, так сказать, все хочу обеспечить, сделать все хорошо. Ну, что он такое сказал? Ну, ладно, все очень-то... Ладно, завтра будет, будем разбираться завтра, вот. Но пока ему передали команды. После этого он выехал, а уже у Тюлери, перед дворством Тюлери собралось почти 10 тысяч войск. Вообще весь парижский гарнизон подвели войска, которые стояли вокруг Парижа. Довольно много войск. И Бонапарт вместе, интересно, в сопровождении генерала Маро и Макдональда. Ну, как... У нас мы прямо здесь встречаемся с нашими героями, всем Маро, который был под Нови, Макдональд, который был под Требии, который на излечении в Париж, он сейчас уже ожил, так сказать. Причем Маро такой, который слыл таким республиканцем, и в общем не сторонником Бонапарта, но он генерал дисциплинированный, сказано, что Бонапарт командующий. Ну, хорошо, вместе с ним они провели смотр, проехали вдоль линии войск, а в это время, еще раз подчеркиваю, СИЕС, Рожедякова уже подписали отставку, и к Барасу послали Толерана, чтобы тот добился отставки Бараса. А Толеран какую должность тогда исполнял? Министр от страны сделал, вот. Но, значит, Толерану был довод хороший, у него был миллион франков с собой, чтобы дать Барасу. Хороший довод. Ну, миллион франков, да, я говорю, сейчас ввесим на наши деньги, миллиард рублей, например. 100 миллионов евро, ничего так. Вот, значит, вот такое 10 миллионов. А, 10 миллионов. Вот такой, так сказать, довод, но так как неизвестно, отдал ли Толеран их Барасу или нет. Причем Толеран был почему-то очень рад и очень был доволен, потому что неизвестно, может, он не отдал их или отдал часть из этого, ну, по крайней мере, ему дали миллион. Потому что, я еще раз пощеркиваю, вот когда уже Бонапарт приехал в Париж, то уже с деньгами не было проблем. Тут сами все, все тут и банкиры, и все были готовы вкладываться в это событие, потому что здесь было понятно, что дело важное. Вот. Итак, 18-го премьера все было, вроде как, прошло очень удачно. И, в частности, Барас подписал свою, так сказать, отставку, но он все-таки послал своего секретаря узнать, что произошло. И вот когда Бонапарт после смотра отъезжал от войска, этот секретарь подошел к Бонапарту, и вот тут вот, и тут, когда этот секретарь малозначен обратился к Бонапарту, что вот и от Бараса, тут Бонапарт, знаете, как Остапа тут понесло. То есть, Бонапарт произнес ему речь. Конечно, речь была не к этому маленькому секретарю, и даже не к войскам. Он сказал, как Бонапарт, это была речь в будущее, речь в века. Он сказал, что вы сделали с Францией, которую я вам оставил в таком блестящем положении. Представляете? Я вам оставил. Я вам оставил в блестящее положение. Я вам оставил мир. Я нашел войну. Я вам оставил победы. Я нашел поражение. Я вам оставил миллионы из Италии. Я нашел нищету и хищнические законы. Что вы сделали со ста тысячами французов, которых я знал моего товарища по славе? Они мертвы. Причем на лошадь не наезжая на этого секретаря, который побледел, покраснел. Он, что ли, сделал? Это была речь, обращенная еще проще. Она и к солдатам, и к зрителям, которые здесь были. Вот. Что вы сделали с Францией, которое я вам оставил в таком блестящем положении? Ну, в общем, все. 18-го премьера все произошло прекрасно. Осталось теперь 19-го премьера немножечко все это оформить уже в бумажечках законодательно и так далее. И вот на следующий день заседание должно быть в дворце Синку, в загородном дворце. Причем, так как дворец Синку не такой уж большой, чтобы там можно было заседание Совета 500, поэтому заседание Совета старейшин должно было быть во дворце, а заседание Совета 500 – в оранжерее. Ну, ее быстро, срочно там делали накануне, быстренько ее оформлять, чтобы там могло произойти заседание. И вот здесь-то и развернулась та историческая драма, которую мы обычно знаем под названием «Перевод». «Перевод» 18-го премьера. На самом деле она произошла 19-го премьера. За это время, которое… Вы совершенно верно задали вопрос, а какие доводы они пустят, какой заговор? Понимаете, их немножко взяли врасплох, но вечером 18-го премьера люди стоят и спрашивают, что это за заговор? А какие доказательства? А, так они диктатуру, наверное, хотят. Это Банапарт хочет власть, наверное, взять. Ах, вот оно что! Ах, вот он какой! А-а-а! Ну, завтра мы им покажем, завтра мы разберемся, что это… Ну, и когда уже депутаты приехали 19-го премьера, 10-го ноября, уже они приехали в совершенно другом настроении. Они уже себе между собой поговорили, они уже решили, что что-то здесь как-то не так не клеится, не складывается. И заседания уже Совета 500 и Совета Старейшин происходили в такой, ну, я бы сказал, довольно нервной обстановке. И вот тут вот Банапарт решил выступить перед Советом Старейшин. Это было в 14.30. И вот когда он стал выступать перед Советом Старейшин, ну, здесь произошла, прямо скажем, накладочка. Дело в том, что Банапарт был красноречивым человеком. Когда? Он говорил перестроен своих полков. Здесь уже другое красноречие, чем парламентское. Здесь вы должны просто выразить любовь к этим людям, которые там стоят. Неважно, в какой фразе. Ну, просто вам сказать нужно посыл, что я вас люблю, я вас поведу завтра, забраться на пирамиду, всех разгромить, фараона поймать и завтра уступим в Каир. Чушь любую сказать. Ну, скажите с посылом энергично. Они ответят, да здравствуй республика. В общем, они ответят вам тоже, да здравствуй республика, это очень не республика, да здравствуй. Они сказали, да здравствуй Банапарт, мы за тобой пойдем. Вот он привык к такому обмену, обмену энергетикой с войсками, с которыми он говорил. А здесь-то вовсе не войска, здесь депутаты, причем такие прожженные товарищи, совет старейший. И он начал говорить. А тут сразу с места начали выкрикивать, что это вы говорите? А какой заговор? А где доказательства? Ну, он что-то начал пытаться объяснить, что-то говорить. И чем дальше, тем у него все получалось все хуже и хуже. И в конечном итоге его куда-то уже занесло. Он стал что-то говорить. Вы живете на вулкане. У отечества нет более преданного защитника, чем я. А мы говорим, да доказательства, доказательства? Какое вы заговоры? Он говорит, меня оклеветали, меня облили грязью. Давай доказательства. Я не принадлежу ни к одной партии. Я принадлежу лишь к французскому народу. Если я вероломен, будьте все брутами. И кто-то с места. А конституция? И тут не вырос. Конституция? Да вы ее сами растоптали, изнасиловали, разорвали. Ее больше нет. Ну, тут вообще полностью в зале возмущение, крики. Как мы растоптали. Мы растоптали, мы насиловали конституцию. Генерал, ты вообще что ты говоришь? И тут его секретарь Бурьянов говорит, по крайней мере, как он... Генерал... И тут вообще у него Остапа совсем понесло. Он сказал, помните, что со мной идет войны. Бог войны и бог удачи. Тут народ вообще совсем уже... Совсем уже человек с ума сошел. Просто уже тут стали шуметь, галдеть, выкрикивать. И тогда уже просто вытащили за пол и сказали, генерал, вы же сами не понимаете, что говорить. Выйти отсюда. Он вышел из этого зала. И, в общем, он немножко растерялся. Немножко растерялся. И что-то дело-то пошло не так все, как предполагалось. И причем он понимает, что он, в общем-то, подходит к государственному перевороту. В случае, если сейчас все сорвется, то, наверное, очень серьезные будут итоги этого действия. Ну, там у него гильотина все еще стоит на запасном пути. Вполне еще работает. И тут он, как иногда человек потеряет равновесие, он сделал вообще совершенно невообразимый шаг. Он решил войти в Совет 500 уже. Это он говорил перед Сенатом, перед Советом Старичным. А теперь он решил выставить перед Советом 500. То есть, перед нижней палатой парламента. А там уже все знали, что происходит. Там уже, естественно, между этими Советами это уже все это... Амберинформация была. Амберинформация была. Там зал вообще уже бурлит. Уже зал бурлит. Но, на счастье, он вошел в сопровождение нескольких, так сказать, товарищей военных туда. Но они предали еще больше вот этому его появлению провокацию. То есть, он еще пришел в сопровождение двух-трех гренадеров. И тут просто как поднялся... Его никто не стал слушать. Просто раздался крик. Крик, значит, долой диктатора! Светилище законов нарушено! Вне закона! Вне закона! И к нему бросились. На него просто уже конкретно бросились. Вроде даже с кинжалом бросились. И его с трудом гренадеры вытащили из этого зала. Вот таким вот образом. И здесь вот, действительно, тут он совсем потерял равномесие. И вот, знаете, многие историки пишут, что Бонапарт не просто растерялся, что фактически заговор-то и переворот был на грани срыва. Вот сейчас себе Манфред пишет. В течение некоторого времени он не мог прийти в себя. Он с трудом переводил дыхание, его речь была бессвязна, и, в общем, заговор вот-вот и переворот были на грани срыва. Но дело в том, что эти историки, которые, так говоря, не забывают одну очень маленькую интересную подробность. Дело в том, что Бонапарт пришел туда не один. Там же войска же были. Одну секундочку. Прямо рядом с этим дворцом стоял небольшой батальон гвардии директории и национальное собрание. Это были войска, которые охраняли. А вокруг было 6 тысяч солдат. Ну, дивизия целая. Целая дивизия. Причем этой дивизией были, значит, некоторые полки. Например, был 8-й Драгунский, который сражался при Лодии, Костельоне и Ривали. 9-й Драгунский – солдаты, которые помнили Кальдиера, Манту, Италиамента. Здесь было 6 тысяч солдат, многие из которых были ветераны итальянской компании. И все эти солдаты, мягко говоря, разделяли, я бы сказал, что не очень такую большую любовь к парламентариям. Они находились под командованием генералов, которые были сторонники Бонапарта. В принципе, отдать приказ, и они бы вымели всех этих депутатов очень просто из зала. Но вот здесь очень важное но. Вот это как раз обычно часто неправильно говорит. Говорят, что дан был приказ войскам выкинуть депутатов, не совсем так. Дворец-то охранялся, гвардией вот этой вот, вот этими солдатами охранялся. То есть, если бы был дан приказ вот этой 6-тысячной дивизии вымести депутатов, значит, солдаты ей даже хотя бы хоть символическое сопределение, но они бы оказали просто по причине того, что они выполнили приказ, отдали бы залп, и пролилась бы кровь. Вот все перевороты, которые происходили в эпоху Великой Французской революции, все они были сопряжены с кровью, с погибшими. И Бонапарт этого очень не хотел. Ему категорически хотелось, чтобы переворот произошел без пролития крови. Но как мог произойти без пролития крови, когда перед директорией стоял батальон? И вот здесь вот, здесь ему, конечно, очень помог его брат. Дело в том, что после того, как он вернулся... Люсьен. Люсьен, да. Люсьен был членом законодательного собрания, и Люсьен, чтобы сделать приятно Бонапарту за его великие подвиги, его избрали председателем Совета 500. То есть, когда Совет 500 встретил Бонапарта криками вне закона, Люсьен просто ничего не мог сделать, абсолютно ничего не мог сделать, потому что это было всеобщее мнение, весь парламент, так сказать, встал против Бонапарта. И вот здесь вот Люсьен вышел, вырвался из дворца и обратился к солдатам, тем, которые охраняли. Вот самый важный главный нюанс. Он обратился не к той дивизии в 6 тысяч человек, а тем солдатам, которые охраняли непосредственно этот дворец. И он произвелся речь, ну, конечно, здесь показалось себя блистательно. Граждане солдаты, я, председатель Совета 500, заявляю вам, что в настоящий момент подавляющее большинство Совета находится под угрозой со стороны нескольких десятков депутатов, вооруженных кинжалами. Они окружают трибуну председательства, и они угрожают смертью своим коллегам. Я заявляю вам, что эти бандиты, без сомнения, оплачиваемые Англией, взмунтовались также против... Эти бандиты, без сомнения, оплачиваемые Англией. Тут сразу, понимаете, слово Англия для всех... Без сомнения, оплачиваемые Англией. Взмунтовались также и против Совета старейшин. И именем народа я прошу вас освободить большинство представителей народа от этих негодяев. Да здравствует республика! Солдаты как-то все-таки колебались, все-то непонятно. И тут тогда Люсиан вообще... Ну, это импровизация, конечно. Он выхватил шпагу у одного из офисеров. Приставил их к груди Наполеона. Прямо так приставил их к груди и сказал. Я сам лично убью своего брата, если он только покусится за свободу Франции. Ну, уже когда такое было сказано. А в это время генерал Серюрия командовал батальяном. Помните тот генерал, который у нас прошел итальянскую компанию, который под адды был разбит свором, но он теми генерал опытный, отважный. Он как раз командовал охраной. Он, когда все это... Люсиан говорил, он проходил мимо строя, так сказать, проходил. Ребята, стойте спокойно. Главное, спокойно. Эти сволочи хотели убить нашего генерала. Какие сволочи? Ребята, только спокойно. Соблюдайте спокойствие. Главное, не надо. Только не валуйте. Какие негодяи. Ну, разорвать их нужно. Просто... Ребята, только стойте спокойно. Все стойте спокойно. То есть, в общем, солдаты уже всех нагрели. В это время Мюрат или Клерк за мной. И батальон пошел. То есть, это пошел батальон охраны. Батальон, который должен охранять вот этот вот парламент. И когда в коридоре раздался грохот солдатских башмаков, там были раздавались крики депутатов. Умрем за свободу. Да здравствует республика. Чем ближе, все крики становились. Тише, тише. Ведь сейчас, на самом деле, умрем. Да. Вдруг бах. Двери раскрылись. Мюрат или Клерк прошли через зал. Мюрат поднялся на трибуну председательства. Саблю бросил и сказал только одно. Вышвырните мне эту публику вон. Ну, на самом деле он сказал, не вышвырните, а можете трансформировать эту фразу более грубоватую. Всю эту публику к такой матери. Вот примерно. Забили барабаны, и солдаты стали выкидывать эту публику. Точнее, не выкидывать. Сама публика бросилась вон. А куда им броситься вон? Дело в том, что, к счастью, для законодательного собрания, для Совета 500, оранжерея была на первый этаж. Поэтому их... Дефинистрация не произошла. Нет. Дефинистрация произошла, но с высоты вот такой. Небольшой. Вот они... У них были тоги очень такие красивые. Они же были как древние римские патриции. Ну, их туда выкидывали, в эти окна. Точнее, выталкивали. Они сами выпрыгивали. Вот. В результате переворот, собственно говоря, в результате этого переворота не был не только не убит, но даже ранен не один человек. Ну, кто-то поцарапался, кто-то поцарапался шишку, так сказать. Все-таки хоть первый этаж, хоть там высота один метр, но все-таки можно было удариться там, поцарапаться какой-то куст, роз, который рашли. Вот. На этом все эти законодательные собрания были разогнаны. А когда все их разогнали, ну-ка спросили. Нужно же бумаги подписывать. Кто подписывает-то будет? Пославить солдат. Ну-ка вернуть какие-то депутаты. Ну, тут уже их вернули, они уже были готовы подписать. Что нужно подписать? Я за республику, я за Бонапарта. В общем, собрали несколько десятков депутатов. Они подписали все сразу, полным согласием. И вот было подписано то, что отныне исполнительная власть вручается трем консулам. Первый консул – Бонапарт. Второй – Сиес, естественно, который организатором перевороты, и Рожидюко. Но это временные консулы, потому что потом позже будет вместо Сиеса и Рожидюко комбастерез и Лебран. Но вот на данный момент, на данную секунду Бонапарта и два консула. И, конечно, всем было понятно, что в данном случае является главным действующим и главным лицом этот Бонапарт. И вот бескровный переворот, не стоивший не только жизни ни одного человека, но даже ранения, на этом фактически завершился. И окончательно дискредитировавший себя режим своей продажностью, своим неумением управлять государством, он был свергнут. А в классе пришел Бонапарт под именем, как сказал, первого консула. И якобы, ну, как говорят итальянцы, если неправда, но хорошо найдено, Сиес на следующий день вышел к своим, так сказать, коллегам и сказал – господа, теперь у нашей страны есть настоящий хозяин. Ну, сказал так Сиес или нет, но на самом деле он был, этот хозяин. Немножко забегая вперед, скажем, что очень быстро была составлена Конституция, она была составлена ужасно небрежно, чтобы быстрее составить подобие Конституции. Вот. И в этой Конституции была одна из новых Конституций в истории человечества, где он прописан, что власть исполняется Бонапарту. То есть, там все остальное было вообще непонятно, но главное, чтобы был Бонапарт. И вот на улице большая толпа народа пытается прочитать только Конституции, одна женщина говорит – а что там в Конституции? Написано, я что-то не поняла. Что там в Конституции? А я говорю – там Бонапарт. Ага. Ну, тогда все по резки, так сказать. Вот примерно таким образом. Итак, переворот 18-19 Брюмера покончил с директорией, на этом началась новая страница в истории Франции, эпоха, которая называется консульством, потом эпоха, которая в своей империи, и вот тут нас ожидают с вами такие военные походы и такие приключения, и Египет будет уже отдыхать. О, да. Собственно, эпоха Наполеона именно с этого началась, по большому счёту. Ну, в общем, да. Потому что до этого… Все остальное была подготовка, репетиция. Да, это подготовка. Ну, мне хотелось эту подготовку рассказать всё же, потому что обычно у нас, по крайней мере, в России Наполеонов знает уже начиная с высота 2012 года, а то, что было до этого, собственно говоря, почему этот человек выдвинулся, каким образом. И вот, возвращаясь к перевороту в 18-ое время, возвращаясь к его популярности как политика, вот иногда говорят, ну вот, почему он там, а не другие политики. Вы знаете, немного есть политиков в истории, которые, прежде чем подняться на трибуны ассамблеи, они прошли через Аркольский мост и через Чумных-Яфи. То есть, у Бонапарта было за плечами то, что не было ни у кого. Не только победа, не только успехи, но такие подвиги и такая жертва, с которой, конечно, его выдвинули в первый ряд из всех генералов. Действительно, вот мы подробно говорили об итальянской кампании, шесть, так сказать, роликов об итальянской кампании – это потрясающая кампания. Потом, соответственно, Египет и Сирия. Все это создало ему такой багаж гигантский, который позволил ему дальше, потом, страной управлять, в общем, достаточно независимо от других политических влияний. Это дало ему политический багаж, который позволил ему действительно взять страну в руки и за очень короткое время сделать огромные свершения. Мы об этом поговорим, я сейчас не буду этот сюжет даже и начинать, но, пожалуй, без такого, что у него было, без того багажа, который у него был, невозможно было бы никакие свершения, невозможно было бы добиться такого консенсования, такой народной поддержки, которая у него была. Это, вот еще раз подчеркиваю, совершенно непроплаченная, никем не организованная поддержка. Это вот чем, собственно говоря, Бонапарт, я не знаю, приятно поражает по отношению к другим политическим деятелям, что он пришел к власти за счет своих удивительных побед, за счет своих удивительных, так сказать, свершений. Конечно, этим удивительным победам, удивительным свершениям помогли, и в частности для переворота. Ясно, что такой переворот требовал участия и финансовых тузов, и политических деятелей, это само собой понятно, но дело в том, что они пришли к нему, не он пришел к нему, не они пришли, не он пришел к ним просить у них миллион, чтобы им дали, а они им предлагали, потому что они уже понимали, куда идёт дело. Была такая народная поддержка гигантского этого человека, что было совершенно очевидно, что власть сама идёт к нему в руки. Ну, то, что мы и в данном ролике, в данной беседе видели, да и вообще, если почитать внимательно о том, что творилось во времена директорий, даже сами члены директории, которые там нагревали себе руки, воровали миллионы, даже они понимали, что всё это предельно временно. Без сомнений. Оно кончится, причём кончится, скорее всего, плохо, чем это кончится для них лично непонятно, а для Франции точно ничем хорошим не закончится, и что вся эта их директория может быть месяц просуществует, может год, может, чёрт его знает, два. Ну, это непредсказуемо абсолютно, это просто опасно для них самих, и они уже друг к другу присматривались. А кто же сейчас прыгнет-то следующий, кого сейчас нужно будет хватать за штаны и стаскивать с трибуны, или наоборот, толкать на трибуну, если это лично тебе приятный человек. А Бонапарт оказался, с одной стороны, не за пятна на всей этой возне, просто потому что он сначала воевал в Италии, потом воевал и в Египте, он был удалён совершенно от всего этого, т.е. на нём грязи не было никакой. Это во-первых. А во-вторых, вот то, как он себя вёл во время переворота, особенно 19-го числа, я даже не знаю, если бы… ну, опять же, я не знаю, у меня никаких по этому поводу сведений нет, я этим вопросом никогда не занимался, но выглядит это как, впечатление какое, что если бы он хотел лучше выступить, он бы лучше выступить просто не мог. Это не он всех уговорил, что он такой замечательный, нужно поставить его во главе, а ему эту власть просто принесли фактически, там и его брат, и эти вот генералы, все и, соответственно, члены директории, это же они, получается, это ему власть выручили, это не он вышел и сказал, что там парни, значит, так, вот смотрите, вот у меня вот меморат, 1,96, вот, значит, там 500 человек со штыками, и ещё 6 тысяч там где-то стоит неподалёку, сейчас, если вы не подпишете документы, вам всем будет плохо, теоретически он мог только сказать, а он вот там вышел, начал какие-то бессвязные фразы кричать, видно, что в страшной ажитации, совершенно не контролируя ситуацию, ну, как сиюминутный политический тактик, он всё проиграл, вот именно в эту секунду, вот, ну а видя, что такое происходит, ему просто взяли эту власть и передали фактически, такое вот у меня впечатление. Правильное впечатление, теперь у нас будет очень много интересного. Да, да, забегая вперёд, Бонапарт – это такой вот яркий пример, он не часто в истории, к сожалению, встречается, но встречается, и один из них – это, собственно, Бонапарт, это за очень короткий срок, очень просто невероятно короткий срок, человек, не имевший специального экономического образования, просто болея за свою страну и будучи порядочным, он умудрился экономику привести в порядок, политическую систему привести в порядок, составить некие… Ну, мы об этом поговорим подробно. Да, конечно. Я бы хотел сказать вот один момент, который тоже часто выпускают из виду, что вот, когда он пришёл к власти, у него был опыт управления страной, он целый год правил страны. Да, это в Италии. То есть, в Египет. Да, в Италии, да. То есть, в Италии он, конечно, играл очень важную роль, но он всё-таки не был там королём, царём, не был там президентом, он был, ну, скажем так… Генерал-губернатором. Генерал-губернатором, ну, там было много всяких. А вот в Италии… В Египте он был просто фактически султан. Султан Кибир, великий султан. Вот. То есть, он в Египте управлял год государством, причём управлял государством в кризисной ситуации, потому что тот Египт, который ему попал в руки, это был не сахар, сами понимаете. Конечно. Там и бедуины, там и мелюки, там и всякие разные восстания различные. То есть, ситуация была сложная. И финансовая очень сложная ситуация, и экономическая. И, собственно говоря, вот этот год управления Египтом, я думаю, что он ему дал огромную практику. Причём именно управление государством в очень сложной обстановке. Да. Тот же и турецкая пропаганда, которую он вообще никак не мог контролировать в силу того, что он церковь не контролировал вообще никак. Да. Дело в том, что ведь там какое-то время наблюдали за муэдзинами, которые кричали с миноретом. Он послал несколько переводчиков, чтобы они смотрели ещё время. Ну, муэдзины кричали, на молитву собирали. А потом перестали контролировать. Муэдзины стали кричать, призывать всех, так сказать, к восстанию. Но это никак не контролировалось, потому что не могли ничего поделать с контролем. Ну, а как? Просто никак. Если бы он сам был бы мусульманин, у него, возможно, были бы какие-то ещё точки соприкосновения, даже не давление, а бог с тем давлением, точки соприкосновения с местной церковью. Но у него же их не было. Да. Он мог бы что, каждого муэдзина хватать, что ли, ротом его затыкать? Это же нереально. Более того, там предписывал, что французу вообще перед мечетями с солдатами нельзя даже собираться, просто даже ходить. Просто не трогайте. Это не наше, это их, пускай они занимаются так, как хотят. Ни в коем случае, не дай бог, столкновения на религиозной почве. Но я ещё раз подчеркиваю, самое главное то, что у него был опыт управления государством, и этот, конечно, опыт ему очень пригодился. Ну а затем, как этот опыт пригодился, будем наблюдать в следующих роликах. Спасибо, Олег Валерьевич. Спасибо. Отличный ролик. Надеюсь, всем было так же интересно, как нам. На сегодня всё, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok